Всем привет, дамы и господа! Продолжаем с вами смотреть Д2СЛ, и сегодня нас ждет очень интересное сражение, потому что оно, во-первых, значит многое, а во-вторых, потому что еще и довольно равноценное с точки зрения сил команды. У нас с Crystal May вместе с Force сегодня этот матч будет освещать еще два беста в три, но начнем с Арида Тандерс против ВНТ. Здоровники! Привет, привет! У меня микрофон включен, ничего не напутал. Надеюсь. Да, да, у нас с утра прошел дождик, но холоднее не стало, к сожалению, и очень-очень жарко. Человек, который живет без кондиционера, вот, так что... Ну, я заходил к Бодину на стрим, у него есть кондиционер, но он им не пользуется, потому что он заболевает от него и сидит просто вот мокрый, весь несчастный стрим. Я не знаю вообще, как он живет, еще сидя рядом с компом, это вообще-то тайное боль. Можно просто не делать на кондее минус 12, там арктику настраивать, как бы... Почему-то человек назвался Айсбергом, но при этом ему холодно. Но холод не любит, да. Да, да, да. В любом случае, у нас тут начинаются раздрафты, а Рэда Тандерсы уже взяли своих самых любимых героев. Вот, мы понимаем то, что Славе взял себе ВК, который на самом деле как-то подвыпал, вот, в нынешней мете. Вижу его все реже и выигрывает он все реже. Но я понимаю, что Славе пофигу, полностью вообще, потому что это герой его любимый, он крутой, сильный в его руках и тут понятно все. В вопросах ВНТ суперсильные лайны пока что, Разор Кеос. Кеос тоже, кстати, начал выпадать постепенно. Ну и, соответственно, аредовцы еще взяли ту самую метовую ДБшку, которая ставится на все линии и вообще изи катка, изи лайф, что называется. Да, собственно, у Ареда Тандерс действительно все их пики сигнатурные, у АНТ они никаких сигнатурок не побанили, Ареда Тандерс, ну кроме разве что Пангольера. Да, вот, остальные все баны, это, ну, чисто что ЦК неудобно играть против Медузы. Продолжают у АНТ, на самом деле, для своего кэри Дарклорда упарываться в этого ЦК, у них в каждой игре это ЦК. Люди уже научились против этого ЦК играть. Они берут Виверну, они берут Донбрейкер. Уже понятно, что с этим ЦК делать. Да, это герой по-прежнему хороший на линии, никто не спорит, он приходит и за счет критов отхиливается, ты его не можешь прям выгнать с лайна. Но не сказать, что это прям кэри, которого стоит прям реально все время, все время использовать, все время играть на этом ЦК. Нужно уже как-то пул расширять, потому что мета потихоньку начинает двигаться. Если ты не успеваешь, если ты сам эту мету не создаешь, то есть ты должен либо в шаг с метой идти, ну как бы, ну, то есть люди что-то начинают другое пикать и уже умеют играть против твоих каких-то героев. Ты должен уметь играть тоже вот на тех же персонажах, на которых начинает мета сейчас складываться. Либо быть на шаг впереди, да, то есть ты уже прям, прям жестко как-то прям пикать ЦМку в мид, например, какую-то, потому что она там супер жесткая и там какой-то билд на нее есть прикольный, ты это используешь и побеждаешь. А когда ты играешь как бы с траткой, которой уже три месяца, то, ну, блин, ну как-то не очень это обычно приводит к хорошим результатам на дистанции. Да, ты можешь какие-то команды обыгрывать, но зачастую ты будешь именно лузать. Но пока у INT из интересного, да, у них Doom Razor будут на сложной линии и для ВК это не очень хорошая новость, потому что ему не дадут там прям очень хорошо покачаться. Dawnbreaker плюс Snapfire, кстати говоря, Snapfire вполне вероятно, что медовая, Noob играет на мид Snapfire и это должны у INT учитывать. Поэтому, да, они банят вот здесь Viper и DP. Ну, DP это была бы тройка плюс четверка DB, а Viper это был бы тройка плюс... Стоп, ну и да, и Viper и DP были бы тройками с четверкой DB, все правильно. Я просто на самом деле не считаю, что розетка стояла бы как раз-таки против ВК сейчас, то есть розетка это скорее медовая розетка. Думаешь? А, ну, я просто не помню, я не помню, чем ребята играют, но появляется пак тоже одна из сигнатурок Arreda Thunders и... Не знаю, ну, мне просто в принципе нравится команда Arreda Thunders, я тебе хочу сказать. Да, мне тоже, она с предыдущего сезона еще запомнилась крутым геймплеем. Из минусов, да, Noob совершенно нестабилен, крайний вот мидер типа. Ну, знаешь, как жарят сейчас, ой, он сейчас жарит, прям нереально, я посмотрю, сколько я... Пять карт видел Arreda Thunders, они одну серию проиграли Киберкотам, причем они во всех трех картах должны были как бы побеждать, то есть, ну, они первую выиграли, вторую проиграли, третью тоже проиграли. Так, у нас кэфы от наших партнеров inline 1.8 на Arreda Thunders, 1.9 на YNT уже, кстати говоря, хотя вроде бы как на прематче YNT были небольшими фаворитами, то есть там было наоборот 1.8 и 1.9, ну, короче, что-то типа такого, вот. На серию, на серию. Ну, и до 10 тысяч фрибетов вы сами прекрасно понимаете, можете залутать. Да, это Разор Тройка, все-таки решили свапнуть, взять себе Войт Спирита на мидл. Ну, честно скажу, я настолько вижу множество вообще, да, плюсов в драфте Arreda Thunders, что не то, чтобы я нашел бы какой-то драфт, который бы его прям жестко перебил, но здесь я не вижу у YNT ни одного ответа на все вопросы, да, то есть Team Fight у Arreda Thunders шикарный, пуш-потенциал хороший, линии сильные. А YNT что могут? Хорошо отстоять линии, и потом, соответственно, красиво пойти как-то, ну, сыграть от личного скилла, от соло-гангов, потому что Team Fight, ну, сорян, там Виверна, там Снэпфайр, там ДБшка, ну, то есть Пак, все это дело стакается вместе, у вас, чуваки, должны быть суперразрознены по Team Fight, и я, честно говоря, не вижу ни единой причины, чтобы сказать, что ВИНТ здесь должны быть сильнее по драфту. По исполнению, очевидно, могут просто потому, что это их, ну, любимые герои. Рейзер с Думом, честно скажу, я не считаю за лайн прям сильный, то есть Рейзер с каким-то саппортом, который прям нагнетает или дает хотя бы стан, да, прикольно, но Рейзер с Думом, ну, то есть вы ставите Крип плюс Разор, который все, что может, это сосать ДПС. Против Виверна и ВК, которые просто выдают ему стан, ну, как бы, я не знаю, я не вижу в этом никакого потенциала к тому, чтобы они загнобили Славе, а если его Славе не загнобили, то, на мой взгляд, это все уже, досвидули, потому что он на своем ВК сейчас начнет просто прыгать и уничтожать. Но это, опять же, мое мнение, я не знаю, честно говоря, как все пройдет, но, ну, сценарий не писал, да, свечку не держал. Но по ощущениям я не вижу ситуации, в которой ВНТ это выигрывает. Кроме как есть, они просто тотально выигрывают лайн и просто сноуболят. Это ДВСЛ такая штука, вот я пока там кэфы там не показали, я говорил о том, что команда Арида Тандерс там должны были три карты у Киберкотов выигрывать, как бы, во всех трех у них был и драфт лучший, и побеждать они должны были, но на третьей карте они вели там что-то типа с Террорблейдом против Алхимика, там, 15к, и просто вот одно тупое макро-решение с их стороны, и они просто, ну, отдали игру моментально. То есть, ну как, они не проиграли игру тут же, они просто ее отдали. То есть, играть уже стало трудно, хотя они леди были очень сильные. Ну, понятно, это же все-то рандом еще в чистом виде, из-за того, что уровень коллективов, да, такой. Вот, но все же, по ощущениям... Ну, еще одна причина, судя по всему, Дарк Лорд фанат Доры. У него, видишь, приписки кьют Дора. Все. Я так предполагаю. Получается, идеальный мужчина. Получается, да, это, ну, как бы, это плюс, если что. Его копилка? Это значит, он ведом, идеалом, так сказать, красивой, красивой девушки. Это ему добавляет... А чел с никнеймом Попка ведом чем? Не знаю. Идеалом красивой Попки? Может быть, может быть. Окей. Так, ладно, у нас по рунам очень вероятно, что будет 2-2, потому что Бэйн с ЦК, они как-то не особо охотно будут тут драться против ДП и Снегфайр. Ну, кстати, УАНТ тоже на своих сигнатурках, можно сказать, выезжает. 37 на своем Бэйне. Дарк Лорд про ЦК мы сразу на драфте сказали, что он будет играть. Эрейс Зе Пэйн. Ну, вроде у него серебряный уровень на Войт Спирите, но он на всех Спиритах играет хорошо и на Эмбери, и на ВС, и на Шторме. Просто Шторм сейчас убит, вот, и никто его не пикает. Ну, есть команда на Уссоре, которая все еще его пикает, но да. Ну, и она лузает, как бы, если что, всем подряд. Ребята должны были дать хороший, и, что значит должны, и они дали хороший старт на старте ДПС сезона, вот, после их победы на НПЦ или на Виртуз Про. Но они довольно быстро сдулись. Вот вышел патч, и все, у них пошли лузы. Причем, они претендовали на выход в первую дивизиону. Давай, скажем так, пошли лузы. В чем? Ну, то есть, к сожалению, ДПС система дает тебе одну катку в неделю. Да, предельно. Вот, и у них, типа, ну, два беста в три проиграли. По меркам, например, ДДСЛа это немного. Потому что, ну, типа, игр больше в разы. А по меркам ДПС там, да, ну, у них два-два, если я не ошибаюсь сейчас. А, то есть они сыграли четыре, две, все. Да, да, ну, то есть, по факту, это не так много. Но если ты играешь только ДПС, да, там, ДДСЛ не катаешь, там, какой-нибудь другой турнир коммерческий не катаешь, то да, ситуация плохая, вроде как. Так, но если именно, вот, в общем, посмотреть, в целом, два беста в три лузнули. Ну, а че, ну, для Т2 коллектива, гамон, нормальная ситуация. Вот, так что тут скорее как посмотреть. К сожалению, просто ДПС система, она настолько нерепрезентативна, на мой взгляд, именно в вопросе, условно говоря, вышел патч, поиграли, две игры, проиграли, что фигня. Но при этом всем эти две игры, по факту, руинят тебе выход, скорее всего, в верхний дивизион. На топе, тем временем, уничтожают Дарк Лорда. Да, понятное дело, что Бейн, это один из прекраснейших героев для того, чтобы не дать нормальной ДБшке раскрутить свой молот. На самом деле, она могла начать с Селестилхаммера в таком случае, и Дарк Лорда лицо бы совсем попало бы, точнее, поплыло бы. И, может быть, тут бы что-то получилось, но Фюзблада не оформили. При этом всем Омар, посмотри, он, типа, только-только будет приносить себе сендряг, поэтому еще медленно девардит кемп, и только на третьей, четвертой, нет, не четвертой минуте они максимум смогут сделать отвод. Итого, максимально комфортная фармилова идет для Дарк Лорда. Че-то там, ну, конечно. Опа, Фюзблад. Ну, вот о чем я тебе говорил. Помню, ты на драфте говорил, что Разор должен спокойно ставить этот лайн, и у Слави не будет легкого лайна. На мой взгляд, просто, если ты ставишь Разора с крипом, то это не работает. Вот, а как бы Дум, это, к сожалению, крип в первое время, то есть он совершенно юзлистный на линии, и че-нибудь. Ему надо просто хорошего юнита найти, либо пойти взять вот Сатира вот этого вот, найти. Вот если... Да, его можно даже Гаста взять, у него уже будет замедление от атак, уже не, но не, но не, но тут у него, типа... А, у него, а, у него Клэпа нет, да. Ну, вот он умер еще. А, ну да. Кайф. Ну, я понимаю, что он блочил, типа, возможность стака, да, но это ГГВП просто. А, хотя... Хотя, его не добили в целом, еще и Бунтосик забрал. Вот, мана Бернера нашел, все, идеально. Идеальный план, живем, хилимся. Еще и манно-реген у него будет шикарный, короче. Есть хоть какие-то полезности от JSV теперь в этой игре. На топе, тем временем, пытаются бабку пробить, бабка жирная, сами знаете. Не в упреке и сказано, конечно, наоборот. Это хорошо в доте. Никакого фэдшейминга. И все еще, кстати, Омар не раздевардил большой кемп. На мой взгляд, это довольно серьезное упущение, потому что бабка и дпшка много получают от этого компа, но тем временем они просто зашли, задавили Дарклорда под лайн. И получили свое Дарклорд в таверне. 2-0 счет. Спокойно, стабильненько, пока Реда Тандерс показывает, что линии, они стоят немного лучше. Ну и ты говорил о том, что у них лайнинг вроде бы как должен быть теоретически посильнее, и они должны за счет лайнинга задавить своего соперника. Так наоборот, мне кажется, в НТ именно... Я говорил о том, что в НТ единственный шанс вообще выиграть. А, это на лайнинг задавить. Да, потому что потом на мидгейме у тебя начинаются массовые проблемы с темфайтом, потому что у тебя тупо нету SPO, UI контроля. Потому что там Койл летит ДБ. Вот это, кстати, очень жесткая связка Пака с ДБ. Мне кажется, это самое... Вот есть... Там Мира, по-моему, говорил как-то в интервью, что Зевс заслуживает быть ферст-пиком вне зависимости от того, там, что вообще происходит. И это как бы да. Но если вдруг там на Зевса взяли твои соперники, или, может быть, он там забанен оказался, то там дабл-пикнуть, например, ну, как бы ДБ и Пака, это тоже очень жестко, потому что от этой комбинации реально ничего не спасает. Вот тебе ставится Койл, пока еще ни у кого нет БКБ, и летит Донбрейкер. И все. Типа, единственное, что спасает, это пикать героев, которые фастом собирают БКБшки, типа Лина, Разор, вот таких героев. Ну, или там всяких Лайстилеров, Джаггернаутов. Есть еще хороший... Хороший вариант попытаться играть через Виверну, например, вот, которая сейчас пикает Ариэда Тандерса, но тоже ДБ контрит, потому что она прилетает, и сразу в курсу прилетает, да? То есть, ну, не круто, когда так происходит. Вот, это спасает. Но в остальном это тоже очень-очень сильная комбинация. Попытка убить Рейззе Пейна, и должны... Ага, Фейрик, еще работает щит, уходит Пак, уходит далеко, поэтому 37-й его вторым сплом здесь не подцепит, не схватит. Руну хочется дождаться, конечно. Возможно, Амар не в самое удобное время вышел для Аганка, потому что тут сейчас еще 30 секунд Паку придется на лоу-ресурсах стоять, может, сейчас еще кто-то стянется. А в итоге в Рейзкинхо забрали в поте, задайвери и забрали. Ну вот, вот, начинается тот самый шанс. Попка тем временем серьезно приседает, но точно заберут Виверну. Понятно, еще для него ласхит будет, да? Для Рейзера очень важный. На линии он приседал. Теперь два килла. Приятно, комфортно. Сам, правда, он сам погиб, правда. Это не очень хорошо, но с другой стороны, зато фулл он придет на лайн. Так, бабка на миде погибла, тут, видимо, помогала она в... Ага, тут вот теперь-то была хоста, понятно. То есть реализация просто активной руны. Да, ему с руной повезло. Нуб забрал, ну как бы, нуб стоял на одной руне, ему не повезло, хоста заспамнилась, и в итоге бабка, которая контролировала в другой части карты, руну погибла. Ну, довольно рискованное действие. Скоро у Донбрекер будет уровень 6. Мы увидим Растла, летающего по карте. Может быть, пролетит даже в бот. И пока что Славе, да, вот и в него опять вгрызаются. Но вот стартанули ребята в боте не самым лучшим способом, не самым лучшим образом, да? Там со смерти. И ВК там долгое время стоял, хорошо качался. Дум был долгое время бесполезен. Но сейчас мы видим, что по крипам у Врейскинга все-таки все намного хуже, чем у ЦК. ЦК получил более комфортную линию для себя. Да, потому что, опять же, по-моему, это ошибка в вопросе отсутствия Д-блока большого компа. То есть мы видели на протяжении всего этого времени, ЦК стоял прям под тавром, потому что бабка почему-то не раздевардила большой комп. Из-за этого они постоянно не отводили, не контролировали линию, постоянно ЦК стоял под тавром. Да, он погиб там, но какая вообще разница, если у тебя все равно все крипы твои. То есть это, конечно, тотальная боль, на мой взгляд. И это просто почему-то парни не доиграли в этом вопросе на лайнинг-стадии. Что, конечно, вызывает вопросы определенные. Ну и продолжаем смотреть, опять же, да, в чем кайф в антишного драфта, что у них каждый юнит способен делать очень много. А у Ареда Тандерс наоборот. Команды способны делать очень много. Так. Пошел ультимейт от ДБшки. Ну, тут понятно, рейзер в Таверну, стопудово, без шансов. Из минусов в ВК все равно приговорили. Возможно, стоило Славе сыграть немножко более аккуратно, потому что фидеть в таком случае, ну, нельзя. Ты просто керри, да, у тебя вторая смерть подряд. Это не весело совершенно. И мы видим то, что среди Куоров он находится на самой низкой позиции сейчас. Ганг еще и пошел на Дума. Причем довольно плотнейший. Разбомбили лицо Думчанскому. Поехали дальше смотреть, что будет происходить. Слушай, успеет Вайнти, кстати, до БКБшек добраться, которые по пакту спасают им игру, если... Ну, ЦК точно, ну, как бы пару раз должны успеть реализовать Ареда Тандерс свою комбинацию. Потому что ЦК, он БКБ не рашит, он сначала Армлет покупает, а там вообще может вообще какую-то саблю захочет. Кстати, у Слейви тут могут... Да, он умирает в очередной раз. Это третья смерть для Брейс Кинга. Да, да, фидит. Очень плотно фидит. Не очень понятно, зачем он вообще пришел на топ-лайн, если он мог пойти в лес. У него третья пассивка имеется. Я понимаю, что скорость атаки у него стой. Но он вот сейчас просто кладет, так сказать, свою команду по таймингам. Да, потому что он должен в момент, когда они еще способны делать комбинации, просто фармить, а в тот момент, когда появляются БКБшки, выйти огромным. С Армлетом, Дезолятором и к этому моменту пойти в Рошана и так далее. Но сейчас тайминги от ВК, конечно, просто оставляет желать лучшего. И непонятно, как он будет выходить из этой ситуации. Да, окей, сейчас он может быть зачилит. Да, окей, его команда будет нажимать кнопки. Возможно, убивать кого-то, создавать спейс. Прикольно. Но, когда он понадобится с фулл слотами, он не выйдет. А при этом все в ВК не то, чтобы здесь какой-то герой, который настолько силен сам по себе, что выигрывает соло эту игру. Нет. Ему нужно быть огромным для этого. Да, это не какая-то фантомка, которая выйдет с двумя слотами и такая, типа, привет, ЦК, привет, Рейзер. Сейчас мы будем с вами веселиться, вы полетите в таверну за секунду. Нет, это ВК. Он тут просто нормальный, простой герой, да, не имеющий овер-пауэрд. Это правда. Он хороший против Бэйна, наверное, он хороший против Дума. Эйксон ошибается, и Колден Брейси погибает. Пак телепортируется в топ. Но кого тут можно забрать? Вообще непонятно. У Бэйна левел 6. Ну вот этого молодого человека можно забрать. Слушай, да, все-таки убивают. Бэйн тоже что-то как-то неуверенно двигался здесь. То вперед, то назад, то вперед, то назад. Вроде 6 уровень есть. Есть манга, можно финс грипп дать. Но здесь оказалось реально слишком много игроков у Ареда Тандерс. И в итоге Ареда Тандерс здесь оказываются победителями в этом маленьком столкновении в целом. У меня скорее вопрос, что они вообще здесь все делают? Типа, почему в этот... Нет, в Айнти. Ареда Тандерс, понятно, почему они должны сжать постоянно ТП на топ, да? То есть, почему ВК там играет, но что его выселили с ботома? Почему он должен запушить эту вышку, понятно, потому что ему надо освободить немножко карту, а раскрыть ее для себя. Но почему вся команда ВНТ, не считая Рейзера, находится не на боте с ним или не на миде, а на топе? Где им вообще нефиг делать, кроме как унижать ВК второй раз подряд? Ну понятно, что после того, как они первый раз его убили, и он делает ТП на топ, то сейчас пешком бежит, что они туда уже все сместятся. Очень странные, короче, мувы в вопросе макро, но опять же, это их личное дело, а у нас личное дело такое, сообщить вам о том, что 1.3 на ВНТ и трешечка на Ареда Тандерс заманчиво, жесть как от Винлайн, поэтому до 10 тысяч фрибетов, чтобы, соответственно, с этим не ошибиться, у нас имеется по трансляции по баннерочку. Вот. Потому что я не считаю, что это трешка на Ареда. Да, Слави сделал эту трешку по факту, то есть шансы понизились, потому что Слави просто не дофармливает. Но, как бы, у Ареда Тандерс все в руках в данный момент. Не то, чтобы там игра идет по какой-то ситуации, где ВНТ 1.3, камон. Ну, серьезно, что ли? Ты вот веришь в 1.3 здесь от ВНТ? Ну, вообще не верю. Да, блин, у них преимущество 3000 золота сегодня. И они играют против не самого плохого драфта, если честно. Ну, и Рейзер правильно делает, что ФОВД БКБ, он здесь будет хорошим фортленером. Мало того, они вообще, в принципе, здесь все жирничают. Да, и ЦК хорошо фортленит, и Вейтспирит может прийти там, чем-то помочь впитать какой-то объем ДПС и улететь обратно, если, конечно, дремкоил не словит. Вот. Ну, и ждем, конечно. Пацаны фармят все. Нужно действовать Ареда Тандерсом, у них есть все ультимейты. Им необходимо сейчас нажимать свои красные кнопки большие, тимфайтовые. Вот сейчас макетски бы дать, да, вот Омар нажимает Смог. Причем они делают это под Вардом своего соперника. Классический, классический Т2 Дота, да, вот типа нажмем Смог, да, хорошо, Сентри не поставим. Сорян, нам это неинтересно. Вот, а как Сентри они не поставили, соответственно, они ходят сейчас прекрасно понимают, где, а, вообще, оппонент, где они находятся и находят Рейзер Пейна, Дримкоил, Болкек, он думал-то, что он здесь по таверам в сейве, но он не в сейве и его второй раз подряд убивают. Да, ну, вот такие моменты, конечно, они, как бы, намекают нам, что наши партнеры из Винлайн немножечко переоценивают команду ВАНТ, давая на них такие коэффициенты. Почему-то, кстати, Верно, совершенно не читает здесь Вижен, находящийся под аутпостом от ВАНТ, хотя это один из дефолтных сейчас уже вариантов, и ВАНТ очень хорошо все видит, да, месторасположение своих соперников, они видят на Меду передвижение, они видят в своем Лесу передвижение. Соответственно, с этим Бобка тот же самый может спокойно фармить свой ВКБ, вообще не парить. Смокте временем от Бэйна, соло-килл какой-то можно оформить при помощи Финсгриппа, да, ответить на этот фраг по Вайт Спириту. И как же медленно фармить ВКП после такого Фитфеста, который он устроил в Арктикберне, просто жесть. Тяжеловато, да, ЦК уже 8 Канетворса, ну, Паплак, конечно, радует, я повторюсь, Снуп, он сейчас в прекрасной форме находится, он, пять карт, которые я посмотрел от него, ну, правда, сейчас его, видимо, будут убивать, потому что его сейчас заодно подожди, 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 колденбрейс плюс ультб, не? А че, а че не-то? Не. Ну, ладно. Ну, ринжи, мне кажется, не хватало, верно? Ну, так он на Арктикберне влетел, подлетел бы там как-нибудь, не знаю. Выглядело это странно. Хорошо, хорошо. Смотрим дальше. Да, смотрим дальше. В целом, на самом деле, шансы ВНТ растут, потому что вот эта золотая эра, которая должна быть у ареда Тандерс, она пока только реализовалась двумя войд-спиритами, да. Две смерти войд-спиритов, все, больше ничего они не сделали. Что тоже, конечно, неплохо, но хотелось бы каких-то более массовых, что ли, тимфайтов, да. Да, да. Ну, опять же, да, смакуешься под вардом, ну, что еще? Что ты еще хочешь-то от жизни? То есть, по факту, можно было бы сейчас, если бы был бы большой Славе, да, у него, по факту, должно было быть на один артефакт больше, то есть, дезолятор какой-нибудь, ну, через минуту, например, то Славе мог бы зафорсить драку либо на Рошане, либо на Т1 вышке для своей команды и засетапили 5 на 5. Но, вместо этого, Славе фармит, его команда занимается просто поиском соло киллов, то есть, пытается, вот, например, сейчас найти здесь Разора, Разор все это дело читает, потому что не видит на карте никого, уходит просто сидеть под вышку. В принципе, нуб, конечно, может дейвануть, но в ответ он может получить на себя контратаку под тавер. Он просто не видит ничего, если бы он видел бы, может быть, он бы и дейванулся, с Нифайр, которая могла бы там как-то ультануть. Если бы мы знали, но мы не знаем, да, вот этого вот. Так и есть, так и есть. Вот, значит, в такой драфт, когда у тебя запасной вариант, да, если вот нафидел на линии, там, типа, у тебя команда с активным пиком, прикольным, типа, вот, пак, виверна, бабка, плюс ДБшка, мне кажется, круто смотрится какой-то алхимоз, потому что у него всегда есть вот этот, ну, план Б, да, то есть, А я, кстати, не совсем понимаю, почему ребята не стали алхимиком, ну, почему-то, я не вижу его давно, это же такой прям жесткий герой, так, попка. Ну, я вчера его видел. Войл получает, бабку ультует, Войл рвется, но демэджа не хватит, не знаю, ребятам нельзя дайвить, они зафорсили, они типа байтят тпшки, но они, они забайтили тпшки только лишь двух саппортов, то есть, это ерунда полнейшая, как бы, ЦК по-прежнему качает лес, Войл спирит по-прежнему докачивает свой аганим, и все у АНТ прекрасно, просто все прекрасно, да, да, они досфармливают свои шмотки, и, как мы понимаем, типа, БКБшки три штуки на, ну ладно, две штуки даже, на ЦК и Аэрозоре хватит для того, чтобы выигрывать тимфайты, и 5 на 5 уже Редос со своими супер-мега-мощными ультимейтами ни черта не сделает, им надо как-то будет, соответственно, уже заниматься сплитингом, да, то есть, игра уже переходит в стадию, где нуб не должен драться, а где нуб должен дофармить свои артефакты, типа, там, условно, линка БКБ, сплитить постоянно, и пытаться ловить целого таргета, ни больше, не меньше. Ой, что ж ты делаешь, Амад? Сало пошло, новость спирита, а продолжение никакого здесь еще видно не будет, поэтому надо валить. Это же просто ужас, видишь? Да лютую, лютую. Ну, все, ну, пусть еще захидел Дарк Ворду. Не, вообще непонятно, что творится. Что-то ребята максимально не здесь, просто максимально не здесь. Ага, согласен, согласен. Они, они, если что, вот они умерли, знаешь, за что? За то, чтобы вот этот вард задеварить. Да, я понял, понял. Славея тем временем два раз сейчас умрет. Ну, типа, кг, короче, можно писать, они просто отвратительно все исполняют. Вот, казалось бы, да, на, драфтили такой, такой сладостный пик, все у них так хорошо было. Ой, это Славея сейчас Nightmare получит, да? Да, мы с гриппой, Nightmare, вообще пофиг. Ну, это Рафлан лицо, короче, это тильт. Да, что-то ареда Тандерс. Не узнаю их, не узнаю. Прям очень ну, бывает, бывает. Случаются такие в жизни огорчения, давай скажем так. Что-то просто, вот просто, ну, не получается у тебя ни черта нажимать, не находишь свой тайминг. Твой керри еще и в тильте, потому что он три раза зафидел. Наверняка еще говорит о том, что где подкрепа все остальное, там, в чатик, памят. Пошел Nightmare на снэпку, там, Финсгрип все равно существует. Сало, конечно, двойной, но под сейв. Сыграно, Dreamcoil по-троим, но это тоже под сейв. Ультимейт чисто, чтобы Бэйна убить. В целом все равно. А что это за ультимейт-то? А, Рассел, походу, был под атакой от Тарклорда на боте, видимо, нажал просто ультимейт, чтобы свалить. Ну, мог бы это просто, наверное, нажать, не? Или там, нужны были экстремальные движения. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, что происходит-то? Не знаю, Джесс, может быть, умрет, но брат, кто не умирает. Да, Вичблейда не хватает поезда. Эрейс за Пейн добивает ничего и снаб. Это просто конвульсия, вообще дичайшая. Ну, конечно, просто не идет игра совершенно, да, это ноль, ноль импакта из нуля со всех своих ультимейтов. Ну, и сейчас огромный ЦК выходит, такой говорит, здорового парня, у меня БКБ, у меня сабля, у меня армлет, вот спирит, соответственно, с двойным сайлансом, всех затыкает, БКБ райзер нажимает и все, ну, в целом, понеслось. Тут надо прям как-то, ну, очень выбертиться в этой игре, ребятам из ареда Тандерс, чтобы победить, как мне кажется. Теперь уже, да, на тижерах лопат. очень какие-то нужные крутые ультимейты от Виверны, нужно как-то сапов убить, дума, пока у него БКБ, дума, у Бэйна как-то надо забрать, пока у них БКБшек нет, но у Бэйна уже даггер, и признаться откровенно, он не выглядит как... Ну, короче... Тот аргет, который тебе надо стрелять, то есть, ты его просто не найдешь, вот в чем проблема. Можно сейчас у Дарк Лорда попытаться БКБ запортить, это будет плюсовым действием, но на какое-то убийство здесь рассчитывать не приходится, в любом случае. А сюда еще команда все встягивается, Дарк Ворд просто бежит вперед, никого не боится, он знает, что даже если на него нападут, он нажмет БКБ, а вся команда подтянется, Слави может умереть, да, что он тут вообще делает, у него есть треугольник, треугольник, проблема в том, что он даже с пылой никакие не форсят, вот, если бы какой-то бы дум в него нажали, или финсгрив, или как-то, ну, не знаю, маны бы много, может быть, потратили, знаешь, но ничего подобного не произошло, и в итоге Рейс Кинг погибает пятый раз подряд, у него до сих пор нет дезолятора за 20 минут игры, угу, а мы вспоминаем, да, как обычно вообще Славе выглядит на этом ВК, то есть у чела 30 левел, и он просто летает, как сумасшедший совершенно, он обычно солен, а тут ему не дали лайна нормального, и все, и, ну, пошла какая-то просто беда, да вроде нормальный лайн был, они даже убили Разора, просто надо было дальше зачилиться, однако он пошел треугольник просто как сумасшедший, они начали типа фидить, и он вместо того, чтобы уйти в лес, пошел на топ-линию, которая, ну, типа как это самое, там, ну, ДБ оттуда сместилось, да, на легкую, чтобы там качаться, вроде это правильное решение, но туда просто пришло три человека из ВНТ, его там дважды убили, вот, и все, у него игра пропала после этого, то есть если бы он просто лесочек бы покачал, а бот-линию оставили бы, ну, там, виверни со снапкой, например, вот, как-то, возможно, что-то бы получалось, так, изолятору в рейсфинг готов, реинкарнацию в прошлом тимфайте он не потерял, но там есть аганим у ВСа, и, признаться откровенно, я не знаю, что сейчас будут аренды Тандер сделать, если их застанут врасплох, они просто умрут все вообще. Ну, типа соло-таргет, ну, в смысле, я имею в виду, надо распличиваться по карте, чтобы умирал только один персонаж, да, за, там, две минуты, например, и вот так вот тянуть игру до своих слотов, причем, в случае со слотами, там тоже самый Рассел, ой-ой-ой-ой-ой, нападение на плопку, плопка прожимает БКБ, там на боте Пака словили, на финсгрипе, но в целом, размен, если хоть какой-то сделают на Разора, а с Дезолятором-то они его сделают, потому что демиджи нормальные есть, после окончания БКБшки, и теперь главное свалить просто, теперь цель свалить просто. Все, отошли, хорошо. Не, хила у команды аренды Тандерс много, вот они, как бы, могут в тимфайте жить долго, но просто, если они будут жить в тимфайте долго, это не даст, ну, как бы не факт, что они какой-то урон будут наносить, то есть они, они просто станут более такой, знаешь, плотной боксерской грушей, которую будут забивать, ну, за проказ не убили, окей, подождем, за следующий проказ убьем. То есть пока у них демиджи реально мало, то есть им нужно на Врейс Кинге вещи, и на ДБ, наверное, хоть что-то, пока ДБ хочет себе даггер купить, чтобы реализовывать вот эту комбинацию Старбрейкера и Шарда, когда ты, ну, типа раскручиваешь там с фри-мувментом, и с даггером летаешь, дизейблишь соперника. Ну да, размен разора на пака, хоть и казалось такое, шило на мыло, но, в принципе, лучше, чем, лучше, чем ничего для командария The Thunders. Тем более, пак он такой, как, если игра не заканчивается быстро, от того, что ты его один раз убил, он сильно не теряет, все равно, пак по лайнам, оу, Славе проблем здесь, все, он будет отсюда, там, вообще не понимает, что он здесь делает, а, да, коэффициент показывает, 6 и 3. Ну, это тоже похоже на правду, будем честны, после того, как дважды еще умирают Славе тут, его никто не отпускает, до 10 тысяч, при этом, можно залзать по трансляции, все очень просто. Да, конечно, крайне печаль от меня, аредовцы, знаю прекрасно, как они этим драфтом играют, играли и в предыдущем ДВЦ, или, например, да, патч назад, сейчас это даже близко не похоже. Иванти просто на коне залетают на Рошана, понимают, что им никто ничего не сделает за это, крайне односторонняя пока что карта получается, не считая пары тройки хороших мулов от пака, тот ждет свое БКБ, не то, чтобы его спасет от дома, но хотя бы, и финсгрипа, но хотя бы от части вещей его это спасет, точно, Роша падает, но это Рошан первый на 24-й минуте, то есть, игры, где Рошан забирается после 22-го минуты, они длятся, там, больше 35-ти, ну, так что, игра заканчивается, любая игра, ну, ладно, не любая, огромное количество игр заканчиваются, как правило, после второго Рошана, Виверна, кстати, палится на скане, она не знает об этом, и, ну, Глимер имеется, это, конечно, хорошо, но, летает Экс, но его будут здесь словить, потому что он сейчас еще один сплинтер бласт даст, вот, пошел, да, думал, врывается, Глимер, что, ну, классно, Курса пошла, но не выброса, что, в деревьях застрял, может, как-то сейчас побегает, попрыг, колден брейс, еще один Глимер, там Сентрия действует, она далеко, но Водит Спирита забрали, смотри, или не ошибаюсь, погоди, забрали Водит Спирита в размен на Врейс Кинга, пока что, ну, и Рассел может, здесь люди, что, что, а БКБ-то не нажал, да, конечно, перед ТП, жалко же БКБшечку, недостаточно сильно лузаем, да, да, ну, как бы, не, нормально, нормально, там же не откатится, этот, этот, стана, у него уже очень, очень долгий КД, ну, и вот непонятно, как бы, вот сейчас можно тут ТП нажимать, да, сразу, ну, Бэйн с Дайгером, Nightmare, да, как же он душит, Бэйн с Дайгером, просто дичь, не дает вообще ничего, ЦК свой Блэкинг Бар просто не жмет, Созор, один раз на ТП будет, ну, балуется здесь, баловаться надо поосторожней, потому что, могут как-то, опять-таки, Бэйн с Дайгером, как-то прыгнет глубоко, или может схватить, так, АБК у нас сам с Дайгером, ну, наверное, это правильный выбор, потому что БКБ в Рейскингу здесь вообще ничего не даст, его задача прыгнуть, в кого-нибудь дать стан, и попытаться впитать, что самому нанести урон он, он, наверное, уже не сможет, но как-то попытаться именно отвлечь на себя внимание соперника, чтобы у него там Войт Спирит какие-то спылы дал, может, Прозор там присосался, а остальные будут там пытаться как-то разбираться, хотя бы с двумя саппортами и одним кором, может быть, Войт Спириту, Войт Спириту вообще сейчас, наверное, из всех кор персонажей является наиболее уязвимой единицей у АНТ, у него нет никакого эскейпа, ни БКБ, ни Айона, ни Юла, ничего, то есть за Койл его гипотетически убить можно, но когда там еще два таких жирных кора, да и саппорты огромные, ну, это выглядит как реально задача непростая, скоро он у БАБа КБшка, не то чтобы это сильно прям поможет, но хотя бы что-то для него, ну, и ВНТшки просто красавцы, да, они не отпускают своего противника, действуют максимально агрессивно, от тайминга своих артефактов, но биться в ЦК нет смысла никакого, там Айгис, поэтому, ну, да, надо ГГ написать по-хорошему, вот прям сейчас, вот прям сейчас пишем ГГ, еще и Айгсон там как-то не улетел, непонятно, его зацепили, убили, тут тоже край, крайне, неудачной, в неудачной, точнее, позиции оказались, Ария до Тандерс, ага, хотя вроде бы на своей тройке, под своим виженом, Виверна 0 сплок нажала, бак 0 сплок нажала, нажал бак, еще подцепили, он нажал КБ, кстати говоря, но, эээ, ну да, такую игру я согласен, ее нет смысла играть дальше, это супер протильтовочная, ее надо заканчивать как можно скорее, отправляться играть следующую, ну, поскольку, 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 тут уже никак, реально, ну, что, я могу сказать, что команда, ну, не то, что они меня удивили, для меня команда ВАНТ, это команда, которая, я, результаты которой, я вообще никогда не могу предсказать, потому что я смотрю, как она играет параллельно, они, ну, там, такие порой игры, прям, проигрывают, вот, просто, вот, у них хороший пик, а ничего у пацанов не получается, не знаю, такое ощущение, как будто они слишком, ну, рандомно себя чувствуют на карте, знаешь, вот, что называется, пошло там, с первых, там, пяти минут, и вот все, вот мы давим, душим, все хорошо, а если что-то не идет, то у них сразу, как-то вот, игра валится из рук, ну, вот, на первой карте все получилось, вот, опять же, да, мы прекрасно с вами понимаем, то, что здесь, вот, Славе просто, тельтануло, так понимаю, и повез свою команду назад, да, и в тот момент, когда он должен был быть сильным, он не был, его команда тоже застопорилась, а когда у тебя раздрафт, который должен играть через тимфайт, и у тебя просто нету основного героя, то все печально и грустно, вот, а мы с вами отправимся на паузу, в ожидании второй карты, надеемся, что она не будет настолько тельтовочной, и настолько быстрой, потому что вот то, что сейчас происходило, это не дота, по факту вовсе, вот, так что дождемся второй игры. Субтитры сделал DimaTorzok